Салат столичный и мимоза, макароны по-флотски и классические щи, шоколадная колбаса и вафельные трубочки с вареной сгущенкой. Согласитесь, звучит уже вкусно, но как все это правильно приготовить? Это профи и сегодня будем говорить о блюдах, проверенных временем и жесткими стандартами ГОСТа. Узнаем секреты поварского искусства, ну и конечно же ближе познакомимся с профессией повара. Итак, мы в святая святых сада посетителям входа в воспрещенную. Именно здесь происходит весь основной процесс приготовления. Для вас кухня – это что? Ну, второй дом. То есть большая часть времени действительно проходит здесь? Конечно, на работе, на кухне. 12 часов на ногах? Да. И это постоянный непрерывный процесс. С чего начинается рабочий день? Каждое утро проверяются остатки по заготовкам и заготовки сами, если что, делаются. Сегодня понедельник и сегодня на ланч у нас куриные отбивные в яйце. Как много человек задействовано у вас на кухне? Ну, у нас два на горячем работает, один в мучном цеху и один на холодном. Допустим, если у меня за спиной колледж, я получила среднее специальное образование, как мне или как быстро я могу приобрести вот эти вот все навыки? Это от человека зависит. Если человек хочет развиваться, стремиться к чему-то, то он быстренько и там, и там, где найдет применение. Все зависит от способности человека, от его желания развиваться, как говорится. Ну, сегодня давайте попробуем себя в этой сложной профессии, что я могу сделать на кухне, чем могу быть полезен. Давайте я буду нарезать мясо, порционировать его, а вы будете уже, дальше я скажу, что делать. Насколько должен быть развит глазомер? Или это все дело опыта? Глазомер, кана, бита, уже примерно громаж знает. Ну, опять же, от человека зависит. Если человек привык, то у него это получается, а не с ним. А если только начинает, он должен наблюдать, да, в первую очередь? Еще очень влияет, какой у вас нож. А какие у вас ножи? У нас профессиональный нож. То есть каждый повар приходит на кухню со своим инструментом? Ну, профессиональный повар, у него всегда свой нож, как бы, молодые, неопытные приходят без ножа. Повар, нож – это продолжение руки повара. Я предлагаю проверить, насколько развит поварской глазомер и все-таки довериться цифре на весах. Давайте взвесим наш каждый мясной кусочек. Итак, 76. 74. И опять 74 грамма. 4-5 грамм погрешность – это… Это просто идеально. Итак, мы подготовили мясо, дальше его нужно отбить, это же отбивные. Чем отличается деревянный инструмент от металлического? Вот у моей бабушки всегда был деревянный молоточек и металлический. Ну, лучше, конечно, покупать для кухни, для профессиональной кухни, в профессиональных магазинах. Инвентарь. Тогда все будет качественно и как надо, да? Не то, что… А это уже зависит от повара. От его умения готовить. От инвентаря ничего не зависит. Зачем нужна пищевая пленка? Пищевая пленка нужна, чтобы мясо не летело в разные стороны, чтобы его не сильно разбивало. Если у вас нету такой пленки дома, можно использовать обычные одноразовые пакеты. В него положить и… Отбивать. Я вам сейчас покажу, как это делается. Потом будем, Анастасия, слегка, не сильно напрягая, рамку отбиваю. Сильно мы не отбиваем, чтобы оно не порвалось, чтобы у вас цельный кусок был. Отбиваем мы биток этот с одной стороны. Почему с одной стороны? Повредить можно, да? Если вдруг, да, вы его повредите, вам потом при жарке будет неудобно, когда у вас распадаться будет. Берите, чтобы… Ниже. Это как, да, ниже. И тогда удар будет приходиться как надо, да? Как происходит обучение человека, который пришел только первый раз на кухню? Вы всегда зорким взглядом контролируете то, что происходит? Ну, вообще, я же говорю, все зависит от человека. Одному можно показать один раз, и он то же самое повторит. А одному два. А некоторому и десять надо показать. Как много приходится готовить в течение дня? Какие часы пик и максимальные загрузки для повара? Утром это завтраки, с 12 часов это ланчи до четырех. И пару часов затишье, и потом вечерняя посадка. Но вечерняя посадка уже по меню основному. После этого мы должны поперчить, посолить. Ну так, не скупимся мы на соль. Продукт должен... Я понимаю, что спецовники в зале стоят на столе, но все-таки повар должен до вкуса максимально доводить по соли, по перцу, по сахару. Чтобы не хотелось ничего добавить. Конечно, конечно. Я еще добавляю такую вещь, я его называю секретный ингредиент, это сухой чеснок. Он дает аромат не такой, как у чеснока, послабже, но он и вкус, и приятный дает. Яйцо надо хорошенько взбить, чтобы не осталось комков. Вот так вот. У вас есть любимое блюдо? Ваше? Мое любимое блюдо, когда вкусно приготовленное блюдо. Похвала от гостя идет, особенно зала передают, вкусное блюдо, значит, это мое любимое блюдо. А вообще профессия повара, она больше для мужчин или для женщин? Или нет такого разделения? Я думаю, для мужчин. Наверное, надо снимать. А мы можем вот так проверить, да? И все. Я думаю, оно готово, я вижу. Я вам доверяю. С чем лучше всего будут сочетаться наши отбивные? С картофельным пюре. Есть множество рецептов, но если мы говорим о вашем заведении, в чем ваш секрет вкусного пюре? Зависит от сорта картофеля и зависит, какое количество масла сливочного вы туда добавите. Все-таки чем больше, тем лучше. Мы с вами так не спеша сегодня готовили беточки, но для профессионального повара все-таки время играет тоже важную роль. Да, конечно. Надо все быстро делать. Если бы мы так медленно делали, гости бы в зале были недовольны. Многие часто спорят. Вот даже насчет макарон по-флотски. Все-таки какое должно быть там мясо? Отварное или подойдет готовый фарш или размороженный фарш? Рецептов много, да? Потому что традиционного нет. Да, я смотрел и Ивлев, допустим, знаменитый шеф-повар в России. Я видел, он готовил из отварного мяса. Ему больше этот рецепт нравится. Мы взяли из поваренной книги рецепт. Там идет сырой фарш. Все-таки в оригинальном, этому ялтинском рецепте был сырой фарш. Да, да, да. Там идет сырой фарш. Так что делайте по вкусу. Как вам больше нравится. Все равно это будут макароны по-флотски в каждой семье. Главное, хорошее макаронное изделие взять. Лучшие из тварных сортов пшеницы. Советская кухня, мне кажется, это собрали со всех республик из народных кухонь и объединили в одну советскую. Ну а чем ваше заведение радует сегодня посетителей? Основное меню плюс, к тому же, сейчас у нас мы запустили месяц грузинской кухни, новинки. Два вида хачапури, закуски, салат грузинский. Насколько часто вы ходите к гостям? Периодически. Оценить качество работы? Либо зовут отблагодарить. Ну, всякое бывает. Бывают у нас ошибки, никто не идеален. Человеку свойственно ошибаться, каждый ошибается. Ну, то есть к критике тоже нужно правильно относиться? Ну, конечно, конечно, конечно. Без критики не будет и карьерного никакого роста? Нет, нет, нет. Человек не будет развиваться, если ему не говорить, ты это сделал так, а это сделал не так. Больше 20 лет в профессии. Как найти вот свое место, чтобы не надоедало и получать каждый день здесь удовольствие? Это моя жизнь. Ну, все-таки главное качество для человека в этой профессии? С любовью готовить. Самое главное качество. Если будет любовь, значит, будет вкусно. Да, если с любовью готовите, вкладываете душу в блюдо, то все будет хорошо. Ну что, как говорится, приготовить вкусно сможет каждый, но лишь настоящие профессионалы своего дела становятся известными шеф-поварами. А это профи и мое первое блюдо пюре с отбивной. Вкусно или нет? Проверим. Ну, а наши телезрители с Первым Приднестровским давно на кулинарной волне. По будням готовим вкусно с Оксаной Сташенко. Ну и, конечно, внимательно смотрим программу «Доброе утро, Приднестровье» и записываем все рецепты нашей хозяюшки Екатериночка.